Радио Карачаева Черкесии На волне республиканского радио Коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре Итак, сегодня Международный день пропавших детей В 1963 году была освобождена Африка 61 год назад открыта крупнейшая в Советском Союзе гостиница «Украина» В 1905 году произошло восстание рабочих Иваново-Вознесенска 149 лет назад открыто здание Венской оперы А в 1682 году произошел стрелецкий бунт в Москве В этот день родились такие известные люди, как Советский и российский актер театра и кино Александр Калягин Советский космонавт, дважды герой Советского Союза Георгий Гречко И российская эстрадная певица и актриса Кристина Арбакайте Таковы наиболее заметные события наступившего дня А сейчас на нашей волне музыка, не переключайтесь Мир, которым я живу, называется мечтой Хочешь, я тебя с собой возьму, хочешь, поделюсь с тобой Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться Смотри, разноцветный дождь, поет вдохновенно ветер Ты не заметил, что по радуге идешь, мой мир, как он красивый светел Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться Смотри, разноцветный дождь, поет вдохновенно ветер Смотри, разноцветный дождь, поет вдохновенно ветер Это мой мир, как он красивый светел На волне радио Карачаева Черкесии информационно-музыкальная программа «Республика» В преддверии Дня славянской письменности и культуры в Черкесске в картинной галерее Республиканского музея-заповедника открылась выставка «Наш Афон» Экспозиция предоставлена Ставропольским краевым музеем изобразительных искусств На выставке представлены работы греческого фотографа Коста Саосимиса С 2014 года афонская коллекция из 114 фотографий Коста Саосимиса экспонировалась уже 10 раз Монастыри и храмы Святой Горы, фотографии чудотворных святынь и местной природы и монахов Афона в центре внимания талантливого фотохудожника Заместитель директора по научно-исследовательской работе Ставропольского государственного краевого музея изобразительных искусств Александр Колбасников подробно рассказал гостям об экспонатах выставки Это иконы, это святыни, афонские святыни, которые находятся в самых разных монастырях афонских Выставка намного жанровая, мы здесь видим и архивные фотографии, мы здесь видим и портретные фотографии, мы видим здесь как бы такой бытовой жанр, здесь есть и пейзажи То есть это многожанровая такая выставка, повествующая о повседневной жизни вот этой вот Святой Горы Афона Александр Ракимович рассказал также о самом авторе фотографии Костасе Асимисе, необыкновенном человеке и фотографе, сделавшем возможным любому желающему близкое знакомство со Святой Горой Афон, ее реликвиями, священнослужителями и бесподобной природой Автор грек по национальности, родился в 1951 году, но имеет такое, тем не менее, советское прошлое, потому что жил в детстве в Ташкенте очень длительное время Когда родители в годы реакции в Греции эмигрировали в Советский Союз, в Узбекистан, там жили Какое-то время он попадает на Афон и прикоснулся вот к этой жизни монашеской республики Она его настолько увлекла, а будучи фотографом, профессиональное у него образование фотографа и у него была студия в Мюнхене своя Ну, просто его вот эта вот жизнь, она его поглотила, поглотила, и он сделался вот таким вот, ну, самым, наверное, известным художником, фотохудожником, фотографом Который нам дает нам всем возможность прикоснуться к удивительной стороне и веры, и культуры, вообще, так сказать, современной жизни Позволяет нам немножко как бы отступить, остановиться и посмотреть вот, ну, с высоты, с высоты вот каких-то больших таких вот смыслов На церемонии открытия высокие гости, представители кабинета министров республики, духовенства, различных учреждений говорили о значении этого культурного события Министр культуры Карачаева-Черкесия Рамазан Бароков отметил, что выставка выходит за рамки просто культурного события Она носит, несомненно, духовный и просветительский характер и позволит не только расширить кругозор зрителя, но и обогатить его религиозный внутренний мир Уверен, что эта выставка даст возможность, большой импульс духовного воспитания и подрастающих поколений, и взрослых Те люди, которые посетят, сколько духовное обогащение получат, что будут довольны посещением этой уникальной выставки Хочу сказать, что космос Асимис, который подарил уникальные эти фотографии, наверное, неспроста сделал это так Я знал, что его работы найдут понимание и по всему миру, и по всей великой нашей России будут идти и говорить о том, что в монастыре в этом нету национальности В монастыре эти там были все народности, все национальности, и они духовно и красиво жили, и показывали, как по-настоящему надо дружить, ценить дружбу, приумножая его Источником духовных традиций назвал гору Афон протеерей Александр Нартов Некогда именно выходцы из Афона основали в Архызе Александроневскую мужскую обитель, которая и теперь является местом паломничества многих и многих верующих не только России, но и зарубежья Хотел бы поблагодарить за этот великий подарок не только хозяев этих экспонатов Ставропольский музей изобразительных искусств, но прежде всего и Министерство культуры, и личный министр Игорь Чаркес, помощь которой мы проводим, готовы строить Для всех разных жителей Карачево-Чаркесии Афон это источник, источник духовной традиции, которая долгие годы здесь жила и время продолжает жить в наших сердцах Дело в том, что в 19 веке на территории сегодняшних Архызских храмов существовал монастырь, Александр Невский монастырь, который основали выродцы со святой веры Афона То есть сами монахи с Афона увидели в Кавказском хребте знакомые силуэты, увидели здесь родной край И посчитали, что это место, благословенное место Карачево-Чаркесии вполне пригодное для того, чтобы совершать монетру, вполне пригодное для того, чтобы жизнь здесь в мире, вполне пригодное для того, чтобы созидать то, что они делали И в этом отношении, конечно, эти фотографии у них, мы видим духовную жизнь, мы видим, как там люди живут на Афоне Присутствующий на открытии выставки атаман Баталпашинского городского казачьего общества Олег Скорох поблагодарил организаторов этой важной в духовном и культурном смысле экспозиции отметив, что казаков и Афон также связывают исторические вехи, ибо толпашинцы не раз становились паломниками святой горы Хочу сразу сказать и уделить большое внимание тому, что Афонская эта выставка передает огромное духовное состояние очищения души Потому что там намоленные места, их посетить достаточно трудно, поэтому не всякий сможет туда съездить, а посетить выставку должен и обязан в городе Черкесске каждый казак Я как атаман города всем своим казакам и их семьям не то что советую, а просто даже убеждаю прийти, посетить выставку, посмотреть, набраться духовности, набраться смысловой составляющей этих передач и фотографий высокого, которого качества И одним словом, подчеркнуть, духовность и связь тысячелетней истории христианства на Руси и связь между нами, казаками, христианами, которые в свое время паломники от казачества тоже ездили, посещали и привозили часть своей духовности сюда, в станицу Баталпашинскую И делились впечатлениями, передавали молодежи, что воспитывало наше подрастающее казачье поколение И наши классы и казачьи направленности обязательно придут на эту выставку, сейчас они к открытию не смогли прийти, потому что у них экзамены, и как только сдадут экзамены, обязательно все будут здесь, обязательно посетят Ну от меня что, большое спасибо организаторам, большое спасибо мэрии города и спасибо отцу Александру Нартову, который смог организовать и привезти эту выставку к нам сюда, в город Черкес Первым посетителям выставка подарило множество незабываемых эмоций Зрители погрузились в таинственный и благодатный дух Афона, увидели эпизоды из обыденной жизни монахов, их портреты, яркие моменты праздничных богослужений, чудотворные леки и уникальную природу Святой Горы Экспозиция продлится до 7 июня, за это время все желающие могут посетить выставку бесплатно Спасибо, мама, милая, спасибо За солнце, свет и эту небоси Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо за ласку, отрисованную мне И я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе Благодарю за сердце золотое За нежность, что дарила мне любя Твоя улыбка всей вселенной стоит Нет никого дороже для меня Твоя улыбка всей вселенной стоит Нет никого дороже для меня Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне За ласку, отрисованную мне Спасибо, мама, милая, спасибо Любовь и нежность Любовь и нежность матери я знаю Нет в этой жизни ничего сильней Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо, за ласку, отрисованную мне Я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе И я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе Эфир Республиканского радио продолжает информационно-музыкальная программа «Республика» На календаре пятница, 25 мая, у микрофона Марти Киев В республике, как и в стране в целом, ведется большая работа по искоренению и употреблению наркотических средств Как среди взрослого населения, так и среди подростков Врачи бьют тревогу, поскольку возраст наркозависимых молодеет день ото дня Тему продолжит моя коллега Болдубая Рамокова Казалось бы, взрослые должны понимать, что здоровье человека – это главное его богатство, которое нужно беречь с самых ранних лет А еще именно они в ответе за здоровье подрастающих детей Но, к сожалению, не все придают этому значение На их совести ни одна искалеченная судьба Своим отрицательным примером невольно могут повлиять на подростков и их интересы И незаметно для себя дети могут приобрести пагубные привычки Особенно быстро начинается зависимость от наркотических средств Основным эффектом от приема наркотиков является наркотическое опьянение человека А при регулярном применении появляется привыкание, что вынуждает наркомана принимать все большие дозы для достижения состояния эйфории Недавно мы встретились заведующей наркологическим отделением наркологического диспансера Врачом-психиатром-наркологом Юлией Подгорной По ее словам, ситуация в республике остается актуальной, хотя рост невелик Наркомания в нашей республике по-прежнему является актуальной проблемой Хотя в целом, если брать цифры по республике, они достаточно стабильны По сравнению с прошлым, годом с позапрошлым, то есть значительного роста нет Если брать в сравнении с другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа То наша республика по этой проблеме находится примерно в середине То есть есть субъекты с еще более выраженной проблемой По статистике в Карачево-Черкесии зарегистрировано более 1800 наркозависимых Среди них, к сожалению, есть школьники и студенты Удивительно, но факт, фигурируют и люди, занятые в разных сферах В том числе пенсионного возраста И что очень печально, немало представительниц прекрасного пола К сожалению, страдает самый трудоспособный возраст То есть после 20 лет и до 50 Очень активно люди в это все вовлекаются Либо вовлекались раньше Ну и, соответственно, эта проблема никуда не уходит Так они с ней и живут В последние годы, как и в других регионах страны В нашей республике созданы необходимые условия Для лечения наркозависимых По желанию родственников или же самого пациента Можно получить квалифицированную помощь Как стационарно, так и амбулаторно В диспансерии есть амбулаторное отделение Где можно пройти лечение в амбулаторных условиях То есть, как обычно в поликлинике приходить Получать процедуры и уходить Также можно пройти лечение в условиях дневного стационара Дневной стационар у нас рассчитан на 5 коек И есть стационар с круглосуточным пребыванием, который рассчитан на 20 коек Также у нас есть отделение медицинской реабилитации Где можно пройти курс реабилитации Как в стационарных условиях, так же в условиях амбулаторных Там работают и психотерапевты, и психологи медицинские И, соответственно, проводятся процедуры физиотерапевтические Которые помогают заново переосмыслить себя В общем, почувствовать вкус к жизни Какие-то другие приоритеты для себя выделить Кроме вот этих вот психоактивных веществ Что касается республики То в каждой районной больнице или поликлинике В общем-то существуют кабинеты врачей и наркологов Куда можно обратиться Но если не за лечением, то хотя бы за консультацией По поводу тех или иных вопросов Причем за консультацией могут обратиться Как сами пациенты, так и их родственники Напомним, что лечение наркозависимых Можно провести анонимно Остается лишь надеяться Что каждый задумается о своем здоровье И вовремя обратиться к врачу Этим он не только искоренит свою зависимость От пагубных привычек Но и сохранит здоровье близких и окружающих ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну здравствуй, как жизнь, как дела твои? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тоже, как видишь, уже другой Но только, как ты, не дружу с рабой А помнишь наш вечер и белый снег Ложился на плечи тебе и мне Шел первый теплый снег декабря Тогда я не знал, какая вы меня Слезами закапает тушпакал Напрасно я все же тебя искал Напрасно пытался вернуть назад И тонет в дыму безразличный взгляд А помнишь наш вечер и белый снег Ложился на плечи тебе и мне Шел первый теплый снег декабря Тогда я не знал, какая вы меня А помнишь наш вечер и белый снег Когда поцелуй подарила мне Сказала, что любишь жить в первый раз А снег на земле прерастался в грязь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спересит по клиентам туманный взгляд И дым сигарет источает яд Ну что же, оставайся, а я пойду Мне не отвезти от тебя беду А помнишь наш вечер и белый снег Ложился на плечи тебе и мне Шел первый теплый снег декабря Тогда я не знал, какая ты грязь А помнишь наш вечер и белый снег Когда поцелуй подарила мне Сказала, что любишь ты в первый раз А снег на земле превращался в грязь На волне радио Карачаева Черкесии Программа Республика В студии работает у Марти Киев В воскресенье 27 мая Православные христиане отметят Один из 12 главных праздников День Святой Троицы или Пятидесятницу Об истории и традиции празднования Церковного торжества В нашей традиционной православной рубрике Я передаю слово ее ведущей Руфини Ковалевой Свет православия Слово, мир, человек День Святой Троицы Один из важнейших для каждого православного верующего праздников Он наполнен глубоким сакральным смыслом События евангельской истории, вспоминаемые в этот день Сыграли важную роль в становлении христианской религии Троица является переходящим праздником Ежегодно ее отмечают на 50-й день После Светлого Христового Воскресения Из-за чего это событие называют также Пятидесятницей Рассказывает настоятель Святосергиевского храма Черкеска Отец Константин Кишунов Само название Пятидесятница Оно, конечно, может и иметь какие-то аналогии с Ветхим Заветом Но на самом деле, потому что в 50-й день после Своего Воскресения Господь испослал Святого Духа на святых учеников и апостолов То есть, сам день Святой Троицы Это исполнение обетования, о котором говорил Господь И, соответственно, что если мы чтим все Бога Отца Бога Сына, явившегося в мир и спасшего весь мир И по обетованию Сына, явившийся Дух Святый, оживотворил через апостолов Движение новое, новое по Духу Это христианское учение, учение о Христе и о спасении всего человечества И в этот день, после сошествия Святого Духа, апостолы возродили Церковь И, соответственно, христиане каждый раз, воспоминая этот праздник, празднуют как бы некий свой день рождения Согласно Новому Завету, перед восшествием на небеса Христос неоднократно являлся апостолом Наставляя их, дабы подготовить к сошествию на них Святого Духа Это и произошло спустя 10 дней после Вознесения Апостолы, находящиеся в комнате, где происходила их последняя трапеза со Спасителем, Тайная Вечеря Внезапно услышали необъяснимый шум с небес, подобный шуму ветра Звук заполнил всю комнату, а после перед ними появился огонь Он разделился на отдельные языки пламени, и каждый из апостолов воспринял его С этого момента ученики Спасителя получили возможность говорить на всех языках мира Дабы нести свет христианского учения всем народам, говорит отец Константин По этой причине День Святой Троицы почитается так же, как День Основания Церкви После своего воскресения Господь чудесным образом являлся своим ученикам Он укреплял их в вере, научал их в вере И, соответственно, все откровения, которые мы имеем в Священном Писании Это же слова самого Спасителя, сказанные ученикам и апостолам И в конце своего учения, своего общения с учениками, которое принесло в них великую радость Господь вознесся на небо, но пообещав, что пошлет иного утешителя Который-то и исполнит все, о чем было сказано и пророками, и самим Христом И все откровения божественные, которые были даны апостолам, исполнятся А самое главное, что апостолы получат силу, ту, которая даст им возможность благовествовать всему миру о Христе Сам город Иерусалим – это город мира всегда был Потому что тогдашняя Римская империя, она была обладательницей многих народов И множество из этих народов приходило в Иерусалим Ну, по разным жизненным моментам Потому что, во-первых, это был город и какой-то купеческий совершенно, как и все города Вот Ближнего Востока, соответственно Ну и многие из них тоже веровали так, как веровали иудеи И на момент Дня Пятидесятницы было множество народов в Иерусалиме разных национальностей И когда апостолы вышли и стали говорить о Христе И проповедь их после сошествия Святого Духа настолько была сильна Что, конечно же, многие люди обратились к Богу И, соответственно, их первым вопросом было А что же нам делать, чтобы спастись? И проповедь покаяния, сказанная апостолом Петром и другими Она как раз возымела это действие И Петр тогда сказал, а вы покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа И получите свое спасение Три единства Господа – понятие богословское Иоанн Дамаскин сравнивает сущность Пресвятой Троицы с огнем и исходящим от него светом Официальное установление такого праздника, как Троица, произошло в 381 году Когда в Константинополе был созван Второй Вселенский Собор На котором было сформулировано учение о Троице Именно тогда утвердили догмат о равенстве Бога Отца, Сына и Святого Духа Если Пасха является вообще апогеем или торжеством всего православия То есть Христос воскрес И, соответственно, знаком того, что мы вместе с Ним и рядом с Ним И все эти дни были в течение поста И тем более празднуем Его Христа Воскресшего Кроме приветственных моментов, таких важных, как Христос воскресе, воистину воскресе Мы еще видимым знаком не полагаем никакие благоговейные поклоны Перед образами святых и в храме И, соответственно, в течение вот этих вот 50 дней поклоны церковью по уставу В честь великой такой радости пасхальной они отменяются Но когда празднуется День Святой Пятидесятницы И святыми отцами были составлены особые молитвы Которые христиане, прочитывая и спрашивают Святого Духа То есть, повторяя тот самый момент, который был над святыми апостолами В этот момент, знаком их благоговения перед Богом И перед новой эрой, явившейся, то есть эрой Святого Духа Мы преклоняем свои колени И коленопреклонно просим, чтобы Господь не спасал свои щедрые дары И на нас, живущих на земле И на землю, которая должна плодоносить и приносить свои плоды И совершенно понимаем, что действительно эти дары Они бесконечны по бесконечному милосердию Божию И вот знаком нашего благоговения перед этим бесконечными щедротами Христовыми и Божьими Перед исполнением всего этого обетования, о чем говорил Господь Являются наши земные коленопреклонения Храмы на Троицу принято украшать зеленью На пол обычно кладут свежескошенную траву Икону украшают весенними цветами и молодыми ветвями деревьев Престольный день 27 мая отметят в Древнем Троицком храме в Нижнем Архызе А 28 мая в понедельник, в День Святого Духа Богослужение в Троицком храме проведет архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт Возврати себе храм Возврати себе свет Возврати себе кровь Дом, где спит твоя кровь Возврати себе жизнь В веру, правду, любовь Мой храм Ветер надежды Мой храм Там, где и прежде В мой храм Я возвращаюсь Руки всем вам Соединив В каждом сердце есть храм Имя храму Любовь Мы войдем в этот храм Храм войдет в нашу кровь Возврати себе храм Возврати себе свет Этим светом будь свят Этим светом согреть Мой храм Мой храм Ветер надежды Мой храм Там, где и прежде В мой храм Я возвращаюсь Руки всем вам Заединив Мобильный телефон Ваш друг и помощник Но телефон может быть И вашим уязвимым местом Вы можете стать жертвами Телефонного и СМС-мошенничества Распознать мошенничество И не дать преступникам шанса Куда проще, чем добиться От них компенсации ущерба Беседа с родственником Звонок поступает ночью Или в рабочее время Странный голос сообщает Об аресте родственника Сообщник представляется Сотрудником правоохранительных органов И вымогает взятку Вся эта ситуация Вымысел Вашему родственнику Ничего не угрожает Достаточно перезвонить ему Чтобы убедиться в этом Выигрыш Жулик звонит жертве Под видом радиоведущего Он поздравляет абонента С крупным выигрышем И просит за что-то заплатить Радиостанции Никогда не проводят Выигрышных акций Со звонками Случайно выбранным абонентом СМС-попрошайничество Абонент получает На мобильный телефон Странное сообщение У меня проблемы Положи на этот номер 900 рублей Сам не звони Свяжусь с тобой позже Никогда не кладите денег В ответ на просьбы Поступающие С незнакомых номеров Звонок от лица оператора Жертве звонят от лица оператора связи Абоненту предлагают подключить новую услугу Запугивают отключением номера Или просят заплатить за услуги роуминга Набрав комбинацию знаков на вашем телефоне Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд Назначение которых вам неизвестно Поддельный перевод Абоненту приходит СМС О поступлении на его счет Мобильного перевода Сразу после этого Ему перезванивают жулики Которые излагают легенду Что они по ошибке перевели деньги И просят их вернуть Естественно Никакой ошибки не было На самом деле Денег вам не присылали Стоп-спам Иногда на мобильный Приходит спам С парадоксальным предложением Защитить от спама Для удаления своего имени из списка Предлагается отправить СМС На один из коротких номеров В результате этих манипуляций Вы потеряете деньги Это банальное мошенничество Банковский код Мошенники присылают владельцу карты Сообщение о том, что карта заблокирована И просят обратиться за поддержкой по телефону Сообщник, отвечающий на этот звонок Просит сообщить номер карты И пин-код для решения проблемы Получив указанные реквизиты Злоумышленники похищают деньги Никогда и никому не сообщайте Реквизиты вашей карты Управление КМВД России предупреждает Будьте бдительны И не давайте преступникам шанса Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Сегодня по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Местами кратковременно дождь, гроза В отдельных районах сильные дожди, град Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду При грозе порывы 13-18 метров в секунду Температура воздуха плюс 20, плюс 25 В горах плюс 13, плюс 18 Пожароопасность 1-3 класс В черкесской временами кратковременно дождь, гроза Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду При грозе порывы ветра до 18 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 24 градусов На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаево-Черкесии «Республика» подошла к своему завершению Над ее выпуском работали журналисты службы информации Программу провел Марти Киев Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев Мы прощаемся с вами Всего вам доброго и оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова